Тема урока. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Слово скорость давно вошло в нашу жизнь, стало привычным понятием. Когда идет человек или летит самолет, мы знаем, что они движутся со скоростью. Но знать это одно, а понимать смысл, который вкладывают в это понятие, совершенно другое. В каждый момент времени тела двигаются неравномерно. Поэтому дать определение, что же такое скорость движения тела, не так просто. Предположим, что тело движется равномерно. Вспомним, что движение тела называется равномерным, если оно за любые равные промежутки времени проходит одинаковый путь. Оно может быть прямолинейным или криволинейным. Самым простым видом движения является равномерное прямолинейное движение. Равномерным прямолинейным движением называется движение вдоль прямой, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит равные расстояния. Например, если автомобиль на прямолинейном участке дороги проезжает за 1 час 80 километров, за полчаса 40 километров, за четверть часа 20 километров, то такое движение автомобиля является равномерным и прямолинейным. Дадим определение скорости равномерного прямолинейного движения. Пусть тело двигается равномерно и прямолинейно в течение определенного промежутка времени. И за это время оно совершает перемещение изначального положения М1 в конечное положение М2. Если разделить перемещение на соответствующий ему промежуток времени, то в результате получим вектор, который называют скоростью равномерного прямолинейного движения и обозначают буквой В. Итак, скоростью равномерного прямолинейного движения называется векторная величина, равная отношению перемещения к промежутку времени, в течение которого произошло это перемещение. Вспомним, что вектор – это направленный отрезок, проведенный из одной точки в другую. Поскольку промежуток времени является положительной величиной, то направления вектора скорости будут совпадать с направлением вектора перемещения. Выясним смысл модуля скорости. Модуль перемещения – это расстояние, которое проходит тело за время. В нашем случае тело движется равномерно, поэтому из формулы следует, что модуль скорости – это величина, численно равная расстоянию, которое тело проходит за единицу времени. То есть, если скорость прямолинейного равномерного движения задана как вектор, то мы знаем перемещение за единицу времени. Для того, чтобы установить единицу скорости, необходимо допустить, что тело, двигаясь равномерно с постоянной скоростью за единицу времени 1 секунду, переместилась на расстояние, равное 1 метр. Единица скорости в международной системе – метр в секунду. Воспользуемся формулой скорости, чтобы получить уравнение равномерного прямолинейного движения точки. Итак, пусть r нулевое – радиус-вектор, задающий положение точки в начальный момент времени t нулевое. r – радиус-вектор, задающий положение в момент времени t. Тогда формулу скорости можно записать так. Если начальный момент времени t нулевое равен нулю, то, используя формулу, можно вывести уравнение равномерного прямолинейного движения – точки в векторной форме. Оно позволяет найти радиус-вектор точки в любой момент времени, если известны скорость и радиус-вектор, задающие ее положение в начальный момент времени. Вместо векторного уравнения можно воспользоваться эквивалентными ему уравнениями проекций на оси координат Ох, Оу и Оз. Поскольку радиус-вектор является суммой двух векторов, то его проекции на оси координат должны быть равны сумме проекции этих векторов на те же оси. Предположим, что тело движется по какой-либо одной оси, например, Ох, и в этом случае векторы R и V будут составлять с двумя другими осями прямой угол. Следовательно, проекции этих векторов на оси Оу и Оз будут равны нулю. А так как проекции радиуса вектора на координатной оси равны координатам его конца, то R от х равен х, R нулевое от х равен х нулевое, то в проекциях на ось Ох это уравнение можно записать в следующем виде. Это уравнение равномерного прямолинейного движения, записанное в координатной форме. С его помощью можно найти координату тела х в любой момент времени, если при этом известны проекции скорости точки на ось Ох и ее начальная координата х нулевое. Путь S пройденной точкой при движении вдоль оси Ох будет равен модулю изменения его координат. С другой стороны, зная чему равен модуль скорости, можно записать. В жизни ни одно тело не двигается равномерно. Автомобиль на шоссе никогда не едет с одинаковой скоростью, а на дорогах бывают повороты, спуски и подъемы. Поэтому он вынужден двигаться с разной скоростью на разных участках дороги. Но чтобы наглядно объяснить некоторые термины, мы прибегли к упрощению действительности. Такой прием без больших усилий позволит описывать многие виды движения. Для большей наглядности движения можно представить с помощью графиков. Итак, во-первых, рассмотрим график зависимости скорости от времени. В случае равномерного прямолинейного движения график будет выглядеть так. Скорость тела с течением времени не меняется, поэтому на графике она будет представлять собой прямую, параллельную оси времени. По этому графику можно определить перемещение тела за заданный промежуток времени. Оно числено равно площади заштрихованного прямоугольника. Действительно, площадь прямоугольника равна произведению двух смежных его сторон, одна из которых равна времени t, а другая – проекцию скорости v от x. Теперь рассмотрим второй график зависимости координаты тела от времени. Для этого будем откладывать значения координаты x по вертикальной оси, а по горизонтальной – значения времени t. Поскольку уравнение прямолинейного движения имеет вид, а это линейная функция зависимости координаты от времени, то график будет представлять собой прямую линию. По этому графику можно судить и о скорости движения. Поскольку по формуле, где v соответствует тангенсу угла наклона этой прямой, чем больше угол, тем быстрее движется тело и, следовательно, тем больше его скорость. Больший путь тела проходит за меньшее время. Итак, равномерным прямолинейным движением называется движение вдоль прямой, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит равные расстояния. Основной величиной, которая характеризует такое движение, является скорость. Скоростью равномерного прямолинейного движения тела называют отношение перемещения ко времени, за которое это перемещение произошло. Графики зависимости скорости от времени и координаты от времени позволяют легко провести анализ и сравнить движения.